Ну что ж, мне кажется, это самый идеальнейший кадр, чтобы начать очередной долгожданный выпуск на ютубе. Оу, хай! О, да? Да, я пойду. Ну что ж, всем привет! И это очередной долгожданный выпуск на ютубе. И мне кажется, это отличный кадр, с которого его можно начать. И находимся мы на неделе Харли Дэвидсон в Нью-Боке. Харли Дэвидсон в Нью-Боке. Ну что ж, давайте начнем эти замечательные выходные. И что здесь происходит? Здесь происходит сто девятнадцатилетие Харли Дэвидсон. Поэтому это то время, когда я могу себя вести как я хочу, в чем я хочу и где я хочу. О, спасибо. Короче, я забыла плойку для волос. Пришлось заказывать. Can I go with you? В floor of five. Сейчас я берусь красивая и поедем на баке показать. Так, ну что ж, в этом году, как я уже говорила, 119 лет Харлию. Мы сейчас с ребятами проехали по городу. В городе нет никаких площадок. Приехали сейчас к музею. Как бы сегодня пятница, еще шесть вечера. Не могу сказать, что сильно много народу. Может быть, попозже будет побольше. Я здесь была на 115-летие. Сюда было не заехать. Моя красавица стоит. Я вчера приехала сама с Нью-Йорка. Получила... Получила свиздики. Вообще супер просто. Вот это вот музей Харли Дэвидсон. Он уже закрыт. Музей, пойдем завтра. Вы как бы, excuse me all. Но вы забыли, что у нас тяжелые мотоциклы. Вы так гоняете? Охранник такой говорит, из-за меня выпейте. А на мотике-то DIY-то получить. Конечно, из-за него выпейте. Значит, у меня есть вот такая карточка. Я live member. Я пожизненный member. Поэтому сейчас мне дадут значок. Hello. Thank you. Так, сейчас мне дадут что-то. Не знаю, что мне сейчас дадут. О, schedule of events. Можно посмотреть, что у нас тут будет. Ну, короче, вот такой вот значочек. Наклейку я тоже возьму себе. Белый. Все, вот такой набор. А что, можно покататься на мотоцикле? Нет, это покататься не круто, если они говорят. Разве здесь? Да. А, ну здесь будут станции. Да, я же говорю. Вот это что такое? Вот это что, блядь, за велосипед? Это будущий, вот электрический мотоцикл. Это вот будущий Harley. Будущий Harley. Да, вот этот, блядь, кусок дерьма просто. Я считаю, что сделать электрический Harley, это придать просто бренд. Это уже новый C.E.O. Они бы еще C.E.O бы не писали вообще. Это просто плевок бы в душе был. C.E.O. C.E.O. О, это магазин или что это? Пойдемте, пойдем. Так, вот эта сцена. Сегодня здесь будет концерт. Говняная группа. Это, кстати, новая расцветка. Новая расцветка. Но мне она все равно не нравится. Он у меня будет все равно в красном. Ну и что в него положить? Ни хера в него не положить. Ну нахер он нужен? Ну не знаю, я не понимаю эту расцветку. Панамерика. Укомплектованная. Я попробую завтра ее взять на тест-драйв. Я ни разу не ездила. Мне интересно. Ну а вот этот стенд достойный. Достойный просто стенд. Scream & Eagle. Все ступени. Ну, не знаю. Вот это мне не нравится, конечно. Все, я нашла идеальный мотоцикл. Переклеить его в красный и будет просто замечательно. Значит, это Road Glide. На 131 двигателе. State 4. С пневмоподвеской. Открой. А это стоят сабвуферы. Это просто... Это разъем. Я по-другому не могу развлать. Это разъем, чтобы не было футбол. Вы меня извините, конечно, но эта жопа, или как ее назвать, она мне теперь будет сниться. Ну что ж, это второй день дня рождения Харпи Дэвид. Как мы видим, я немножечко говорю медленно, я сижу в очках, когда на улице идет дождь, чтобы правильно скрыть свои опухшие глаза после вчерашней пьянки. Так, мы вчера, ну вы все видели, что мы вчера, а сегодня, а сегодня вы сейчас увидите, что мы сегодня. Ну давайте я вам покажу, что ли, как выглядит номер. Отель называется Iron Course. Так, значит, заходим. Здесь у нас вот такой вот огромный номер. Стоит вот это вот удовольствие 500 долларов в сутки. Мы уже вчера посидели, там отличный мини-бар. Вид. Ну, красивый вид. Ладно. Музей, получается, с другой стороны отеля. Так, здесь ванная. Здесь я красивая. Все, погнали. Так, поснимаю нашу тусовочку небольшую. Ребята из Чикаго. Рамес приехал с Нью-Йорка. Оля, откуда ты прилетел? Сан-Франциско. Оля прилетела в Сан-Франциско. Оля завтра берет мотоцикл, и мы все едем дружно в баню в Чикаго, потому что после этого надо отойти. Так, на чем мы ездим? Джейкоб ездит на Сивио 117-го года. Это значит, что у Джейкоба есть бабки. Да. Рамес ездит на Роудглайде. Какого у тебя года? У Рамеса тоже есть бабки. У меня, как видим, тоже. Но не очень, так как я езжу на 17-м годе, да? Гена, а ты на чем ездишь? На 17-го года. У Гены тоже есть деньги. Все отлично. Значит, с голодом мы сегодня не умрем. Замечательно. А еще вот эти вот ребяточки. Я смотрю на свой мотоцикл. И вижу, что у меня спистили спинку. Не раскрывай всю тайну, я снимаю блог. Подхожу к мотоциклу, нету спинки. Думаю, ну что за пидорасы. А потом смотрю на мотоцикл Рамеса. И понимаю, что слишком знакомая спинка у него стоит сзади. А это что? Так вот же она. Так вот же она. Так, ладно, мы поехали катосить. Что там по программе? Где наливают? Там, думаю, наливают. Следующая заправка. Где следующая заправка, да? Короче, мы тут подъехали, хотели припарковаться. Начинаем парковаться. А нам говорят, а нельзя, здесь только парковка для инвалидов на мотоциклах. Просто посмотрите, на каких мотоциклах ездят инвалиды в Америке. Да? Неплохо. Супер. Вот это, кстати, очень крутой чувак. Он делает наушники, он делает слепок уха. И по нему, по этому слепку делает уже наушник. Это, кстати, очень клевая тема. Вот это вот офигеннейшие ребята. Они делают детейлинг для мотоциклов. У них супер классная линейка. Просто я в восторге, на самом деле, от них. Не только потому, что у них все в розовом цвете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну, если честно, на любителя, я могу сказать. Но вот это, вот это, товарищи. Могли бы и сабвуферы поставить. Вот этот руль, который часто ставится на road glide. Он безумно удобный, он супер классный для гонок, для дрифта, для категории гонок king of bugger. Это шоссе на кольцевые гонки на road glide, на road king. Ну, вот этот класс, вот этот класс. Мне это нравится. Здесь можно заказать разрисовку вручную. Мне кажется, это все уже такой old school. Вот этот road glide, он специально сделан для станта. Он стоит на заднее колесо, он дрифтует, он, короче, делает вообще очень крутые вещи. Как видите, вот здесь стоят слайдеры от спорта, да. Здесь задняя защита на кофре, что если он упадет, с ними ничего не будет. Очень-очень красивый, кастом, прям. Сделаю небольшой обзор. Меня, наверное, плохо будет слышно, но вот этот вот фотоцикл, это специальный байк, который сделан для шоссейных кольцевых гонок. В нем стоит все, все, что только может стоять, за нем можно синтовать, там, в нем можно дрифтить. Короче, это unreal. Я не могу понять, что вот это за стекло. Где все вот это стекло берут? Так, купила вот такие офигенные себе перчаточки. Так, оббежала я всех-всех-всех, все посмотрела. Короче, мне не дает покоя вот это вот стекло, вот этот вот визор. Визор, точнее, не визор, а windshield, на байк он называется. Я теперь просто буду искать его, потому что в красном цвете он потрясающий, просто потрясающий. Так, ладно, пойдем-то зайдем в дилерскую, что ли? У нас тут розовая куртка Дождевик. Ой, вот это класс. Наконец-то они стали делать что-то симпатичное для женщин. А нету, прикиньте, хотела взять футболку белую с длинным рукавом. А здесь только, ну, такой вот свитерок, но он супер теплый. Так, ребят, смотрите, кого я встретила. Заменитый человек с попугаями. Он ездит с ними на байке, и они у него сидят. О, это так классно. Я буду найти тебя на тиктоке. Спасибо. Люди такие гипанутые, что просто. Каждый сходит с ума по-своему. Ну, а пока мы подошли, естественно, пар. Субтитры делал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, сегодня воскресенье, получается, третий день. У меня все друзья уехали уже, кто в Чикаго, кто кататься. Я проснулась самая-самая последняя. Так как я вчера проспала, когда они утром все ходили в музей, то я сейчас приехали, то я сейчас приехала в музей одна, чтобы погулять и показать вам. Еще хочу вам показать, какой здесь сервис. Значит, нету дополнительной парковки. Мне стали парковать мотоциклы на траве. Понятно, что мотоциклы на траве падают, и вот к каждому мотоциклу подходила девочка и давала вот такую вот пластмассовую подставочку. Каждый-каждый-каждый мотоцикл, чтобы не провалился. Заботушка какая просто. Так, ну что ж, пойдемте посмотрим музей. Зашла я в музей, на кассу. Сейчас меня тут зарегистрируют и дадут какой-то классный значок. О, мой гад, так круто. Спасибо большое. Где? Кнопочки раньше здесь были. Что-то я не вижу теперь кнопочек. А, потому что надо на экране нажимать. The classic Harley engines. Big twin. Сидел. Очень классная инсталляция. Смотрите, мотоцикл. В разобранном состоянии. Так, это первый мотоцикл в Харли-Дэвидсон. Так, на первом этаже. Тут всякие мотики из фильмов. Вот это, конечно, вау. Женский стиль. Наконец-то я нашла мотоцикл со стразами. Так, ну а этот мотоцикл вы все прекрасно знаете. И знаете, из какого он фильма. Ну и этот, естественно, знаменитейший, легендарнейший мотоцикл из второго терминатора. Поправьте меня, если я не права. Но это, по-моему, военный мотоцикл Харли-Дэвидсон. Их было очень мало выпущено. Сейчас они стоят каких-то сумасшедших денег. Я видела их пару штук на продаже. Постараюсь найти, узнать, сколько они сейчас стоят. Ну а это мотоцикл Харли-Дэвидсон Ви Роуд 2002 года. Я считаю, это самый красивый мотоцикл после Роуд-Глайда, который выпускал Харли-Дэвидсон. Прошло 20 лет, а все равно это икона стиля. Двигатель создавался совместно с компанией Порш, а не полностью компанией Порш, как многие считают. Двигатель сумасшедший, мотоцикл безумно красивый. А вот это вот первая модель Роуд-Глайда, выпущенная в 1998 году. В принципе, не очень сильно отличается с тем, что есть сейчас. Но, естественно, поменялась оптика, немножко поменялся ветровик, двигатель другой. Но стиль выдержан и остался такой же даже спустя 25 лет, да, 24 года. Слушай, я наконец-то нашла Панамерику, чтобы на ней посидеть. К сожалению, я не могу сегодня на ней попугаться. Ровная посадка, ровные руки. Единственное, что мне кажется, на дороге идет, как будет идти на время, а там лечь. Потому что на своем я привыкла вот так вот сидеть, точнее лежать. Мне так удобно. А вот это вот, ну, не знаю, много никого на пустах, да? Ну, вот так вот можно лечь на байф и ехать. Ну, не знаю, мне, как человеку, который ездит на Роуд-Глайде, непонятно. Ну, что ж, ребят, вот выходные в Биллоке и подошли к концу. Это было 119-летие Харби Дэвидса. В следующем году будет 120, а это значит, что народу будет раз в 100, наверное, больше. Что говорится, оставайтесь со мной, не переключайтесь. Увидимся в следующем году. Пора домой. Привет, малышка. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова